Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня я пришла в теплицу, чтобы познакомить вас с еще одним сортом, который, вероятно, многим уже знаком. Это всем известный, всеми любимый сорт бычье сердце. Вот он в рассаде. Сейчас скажу несколько слов, но я больше чем уверена, что многие его уже знают, этот сорт. Если я до этого рассказывала о сортах сибирской селекции, таких как гемидов, петруша, вот они они, которые толстоствольные, выносливые, холодостойкие, выведены специально для зон рискованного земледелия, то бычье сердце к таким томатам не относится. На некоторых пачках написано, это сорт народной селекции, поэтому нигде не указывается, где и когда он был выведен, какими селекционерами, кто его придумал. Но еще моя мама всегда говорила, что это ее любимый сорт с самого детства, а ее детство было до Великой Отечественной войны 41-го года. Представьте, какой это старинный русский сорт. Уже очень-очень много лет люди его выращивают, любят. Любят за что? За то, что у него очень сладкие, вкусные, красивые сердцевидные плоды розовой окраски. Единственное, что он очень сильно израстает пасынками, и для него обязательно пасынкование и формирование куста. Поэтому вот так вот, как с этими, которые я перед, раньше вас знакомила сортами, посадил и забыл, с бычьим сердцем так не пройдет. Сорт. Это очень капризный сорт, его надо пасынки удалять все, иначе пасынки так разрастаются, что потом сложно понять, где основной стебель, а где пасынки. Сорт детерминатный, он не вырастает очень высоко, он вырастет примерно с вас, с ростом, с человека, ну чуть поменьше, метр тридцать, метр сорок, метр пятьдесят. И все, и все силу будет бросать на формирование пасынков. Пасынки нужно удалять все, если вы не будете удалять пасынки, будут мельчать плоды. Если вовремя пасынковать, его пасынковать, как правильно, не знаю точно, то плоды будут крупные, 300-500 граммов. Но если вы пасынки не будете удалять, то плоды будут 150-200 граммов. Сорт очень сладкий, очень вкусный, томаты, помидоры, в салат превосходный сорт. Но если вот вы начинающий садовод и только пробуете, начинаете, сразу много таких кустов не садите, будет отнимать у вас много времени, и вы по неопытности можете запустить его, он израстет пасынками. На пробу садите 10-20 кустиков, если вам понравится, на будущий год увеличите. Я, хотя и опытный садовод, но с ним очень много возни, я тоже сажу 20 кустов. Больше всего сажу тех, которые не пасынкуются. Так, вот это бычье сердце. Вообще, все статьи о томатах, которые я до этого описала, вот сибирской серии, которые морозостойкие, холод переносят, Все есть у меня на странице в Одноклассниках. Наберите Ольга Чернова, 56 лет, город Биск, Алтайский край, и можете там со всеми сортами познакомиться. Вот бычье сердце. Это многолетний, старинный, крупноплодный, розовый сорт томата, который нужно и формировать, и пасынковать. Все с ним нужно делать, все, что мы делали, как раньше. Это вот эти сорта новые вывели, которые нам облегчают уход. Но таких сортов, как они даже сейчас еще не во всех регионах продают эти семена, все привыкли вот к таким, бычье сердце. Сейчас, конечно, это бычье сердце вытесняется новыми сортами. Вот сейчас сибирские селекционеры вывели сорт Настенька. Такой же плод, крупный, розовый, такой же вкусный, сладкий. Все точно так же, только не надо пасынковать. Это очень облегчает, и вот эта Настенька, она уже вытесняет бычье сердце с наших участков. Я тоже половину бычьего сердца уже заменяю Настенькой. Но бычье сердце нужно, посадите, попробуйте. Все, до свидания.